Валерий Седов Сергей Анатольевич Перембаев Валерий Седов Сергей Анатольевич Перембаев 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 Случала эта фраза, соответственно, человек попадает в оборот. Десятка, наверное, представителей банков, которые предлагают наперебой ему свои услуги. Это там напоминает или восточный базар, у человека начинает идти головокругом, он не знает, как ему сориентироваться в этой ситуации, если он еще тем более не имеет никакого профессионального опыта в финансовой сфере или в какой-либо другой профессиональной сфере, ему очень сложно в этом сориентироваться. Это первый пример. Второй пример. Человек не знает, какую ему квартиру выбрать и, соответственно, раздумывает над этим, но он уже понимает, что ему нужна ипотека, потому что он по своим финансовым кондициям не вытянет платежи в долевом участии, на котором мы чуть позже остановимся. Соответственно, он размышляет, а в какой банк пойти, а какую программу выбрать. У нас несколько десятков банков в городе, у нас более двух сотен ипотечных программ. Опять же, подавляющее большинство людей, они не специалисты в этой отрасли, им сложно в этом сориентироваться. Вот мы та компания, которая и во втором варианте поможет человеку, поможет застройщику, поможет банку и поможет страховой компании. И в совокупности получается как раз тот принцип, когда выиграл, выиграл. Будущему покупателю квартиры, человеку, который желает приобрести квартиру, улучшить свои жилищные условия, и при этом он нуждается в ипотечном кредите, в ипотеке, ему не нужно бегать по всему городу, ему не нужно выбирать какие-то программы, вникать в суть вопроса и так далее. Он приходит к нам, то есть в одно место, или приходит к застройщику, где есть наш представитель, есть и такие застройщики, и, соответственно, перед ним сразу появляется выбор, и у него совершенно не болит голова о том, как ему сориентироваться в этой ситуации. Вы сказали, что покупатель получает надежный страховой продукт. В чем отличие вашего направления? Есть ли какие-нибудь подводные камни? Что касается страхования, то здесь мы предлагаем на рынке совершенно уникальный продукт. То есть, во-первых, мы привели на рынок страхования новые компании, которые не присутствовали на этом рынке. Это компания Митлайф и компания ВТБ страхования. Но ВТБ страхования, я думаю, в особом представлении не нуждается, а вот Митлайф и о ее продукте особо стоит сказать несколько слов. Во-первых, это международный лидер в рынке страхования жизни. И, во-вторых, тот продукт, который мы предлагаем от них, от их лица, он заключается в том, что выплаты по возможным страховым случаям, они на протяжении всего срока ипотечного кредита не снижаются. То есть, человек в любой момент на протяжении всего срока действия ипотечного кредита, когда бы, не дай бог, не произошел с ним страховой случай, он всегда получит полную сумму страховой выплаты, а не просто остаток тот, который он должен банку. Понятно, что кредитование – это лишь малая часть вашего начинания, вашего стартапа. Есть еще какие-то другие направления? Наша компания называется «Бизнес-система», и это, в частности, подчеркивает, что у нее несколько направлений. То есть, ипотечное кредитование и страхование – это только лишь малая часть всех тех видов бизнеса, которые мы хотим развивать и развиваем. И одно из таких направлений – это малоэтажное строительство по каркасной технологии, по современной каркасной технологии, по правильной каркасной технологии. К сожалению, в России на сегодняшний день сложился некоторый стереотип, и эта технология обросла множеством мифов, если можно так выразиться, слухов, о своей ненадежности, недолговечности. На самом деле, спешу развеять эти мнения, мы знаем совершенно точно, что если это все сделано правильно, мы именно такую технологию продвигаем, начиная от лицензионных программных продуктов проектирования и заканчивая правильной сушкой древесины и использованием правильной древесины в строительстве, то в этом случае долговечность дома сравнима с долговечностью каменного дома, это порядка 100 лет, и энергоэффективность даже повыше. Сопутствующее предложение вашей компании «Бизнес-система» – это рефинансирование всех кредитов под один общий процент. Давайте остановимся на этом немножко. Да, это еще одна востребованная услуга. Это ни для кого не секрет, что сегодня достаточно большое количество граждан, жителей нашего города обременены различного рода кредитами. Это не обязательно ипотечный кредит, это может быть и потребительский кредит, это может быть и автокредит. И не всегда они взяты под выгодный процент. Они имеют уже определенный срок, и ставки ключевые рефинансирования были другие, соответственно, были ставки другие у банков, где брались эти кредиты. И люди по-прежнему продолжают платить высокий процент. Одно из наших услуг предлагается рефинансировать такие кредиты в один кредит под более низкую ставку. То есть это очень удобно, выгодно. Давайте остановимся на таком вопросе. Что нужно делать человеку, если он захотел провести рефинансирование своих кредитов, куда ему обращаться, как ему быть? Достаточно просто позвонить по нашему телефону 24-48-ки или прийти к нам в офис в бывший полсена, вот этот, это Рязанский нынешний, и мы решим все его вопросы. Сейчас на строительном рынке очень популярна практика долевого строительства. Правда, здесь есть и своя обратная сторона, существует очень много обманутых дольщиков. Летом 2018 года примут закон, который немножко изменит практику долевого строительства. Возможно, это как-то повлияет, возможно, нет, время покажет. А вот как в Вашем начинании отреагирует на эти изменения? Те, кто принимают активное участие в рынке строительства жилья, они прекрасно знают эту ситуацию. Ну и те, кто собирается из жителей города, граждан города приобрести жилье, они наверняка наслышаны об этом, что постепенно пространство вокруг долевого строительства сужается, и эта законодательная сфера ужесточается, в том числе путем внесения поправок различных законов. Сейчас мы конкретно говорим об изменениях в 214-й федеральный закон, который значительно осложняет введение долевого строительства, и поэтому тут возникает целый ряд сложностей. У потенциальных покупателей квартир в определенный момент времени, наверное, может возникнуть такая ситуация, когда они не смогут воспользоваться практикой долевого строительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось, не хотелось бы, чтобы это случилось, и сейчас мы в своей компании прорабатываем различные варианты, как можно легально, совершенно законно эту сферу продолжать развивать, но таким образом, чтобы не ущемлялись нищие права, и, как я уже сказал, чтобы не нарушался закон. Такая схема прорабатывается, осталось подшлифовать кое-какие моменты, и опять, как и в предыдущих сферах, о которых я уже упомянул, мы окажемся полезны как покупателям квартир, так и застройщикам, потому что окажем определенного рода услуги, которые позволят как раз эту сферу деятельности не сворачивать. Вот такой, может быть, немножко глобальный вопрос. Почему Вы выбрали направление в развитии именно строительной сферы? Потому что я долгое время занимался строительной деятельностью и возглавлял крупнейшую на тот момент в Рязани строительную компанию МЖК, был одним из руководителей, как Вы меня представили. Эта сфера мне интересна, мне интересна сфера созидания. Строительство – это всегда созидание чего-то нового. Ведь в строительстве всегда существовали какие-то свои подводные камни, то есть уже упомянуто долевое строительство. А ипотечные покупки жилья и разнообразные проценты, Вы как-то решили все это изменить? И почему вот? Вы знаете, сегодняшний рынок, на наш взгляд, может быть, субъективный, он немножко имеет перекосы. В конечном итоге это отражается на том потребителе, на тех гражданах, о котором призваны заботиться все, начиная от власти и заканчивая самим гражданским обществом. Поэтому нам кажется, что вот здесь по принципу, главному принципу предпринимательства «найди потребность и удаляйте ее», мы как раз нашли ту самую потребность и пытаемся ее удаляйте так, чтобы всем стало лучше. Покупка жилья – это целый ряд заполнения документов, тонны бланков. А если человеку еще не хватает денег, то это еще и ипотека, что влечет за собой свои документы, свои какие-то фирмы. Как я понимаю, Ваш стартап, он хочет немножко упростить всю эту систему? Не просто упростить, а оказать существенную поддержку и помощь будущему покупателю квартиры или человеку, желающему приобрести квартиру или улучшить свои жилищные условия и тот, который нуждается в ипотечном кредите. Как раз Вы правильно сказали о оформлении документации. Многим это не под силу, потому что люди зачастую не имеют каких-то специальных познаний, да и не обязаны их вовсе иметь. Наше преимущество в том, что мы как раз делаем это все за человека, за покупателя, за клиента. То есть человек пришел к нам или пришел к тому застройщику, где есть наш представитель, и ему достаточно только предъявить свой паспорт, подписать заявление на первоначальном этапе. Ну а дальше он уже добирает, доносит те документы, которые уже от него может потребовать банк или не потребовать. То есть все зависит от ситуации, от кредитной истории заемщика, от многих факторов. Но в любом случае мы подавляющую часть работы делаем непосредственно за будущего покупателя квартиры, за того человека, который берет ипотечный кредит. И у него совершенно, если можно так сказать, не болит голова о том, а как ему сделать это, а как ему сделать то. То есть он просто приходит к нам или приходит к представителю, нашему представителю в компании-застройщике. И предъявив паспорт, он существенно упрощает свое дальнейшее движение в получении ипотечного кредита. А вот такой момент. У вас сейчас ваши представители есть во всех строительных компаниях или еще нет? Нет, пока не во всех. Ведутся переговоры, они на разной стадии с разными застройщиками. У некоторых застройщиков этого пока не требуется. С некоторыми мы продолжаем вести переговоры, но в конечном итоге мы хотели бы, чтобы это было у всех, более-менее крупных застройщиков. Но как будут развиваться события и как будет происходить понимание того, что это необходимо, что лучше иметь одного представителя всех банков, а мы представляем без исключения все банки, которые могут представить ипотечный кредит. Это очень важно. И иметь одного такого представителя, который находится в компании застройщиков, чем 10 или 12 представителей различных банков. То есть это даже упрощает немножко все бизнес-процессы в компании застройщики. А вот возвращаясь к теме рефинансирования кредитов под один общий процент, такая идея, она возникла у вас или это какая-то существующая бизнес-модель, которой вы решили воспользоваться? Да это, в общем, существующая бизнес-модель. Единственное, что мы аккумулируем все лучшие предложения в одном месте. У будущего покупателя квартиры или у человека, имеющего кредиты, которые можно рефинансировать в один кредит под более низкую ставку, есть самый простой путь. Прийти и к нам, и мы решим все его проблемы. А в Рязани вообще существуют аналоги такого рефинансирования или еще нет? Они, безусловно, существуют, но они реализованы в схемах, немножко отличных от нашей. Я не буду сейчас там ни критиковать, ни останавливаться на них. То есть лучше остановиться на своих достоинствах, чем критиковать кого-то другого. Спасибо вам большое. Спасибо. В гостях у нас был Сергей Анатольевич Перембаев. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова